И вполне вероятно, скорее всего, даже скажем так, эта фаза контр-раступления не закончится полным освобождением оккупированных территорий. Ну так, так или иначе, будет некое, ну де-факто замораживание конфликта где-то в ноябре-декабре. Так вот, почему бы не принять в НАТО, тем не менее, Украину с еще неотвоеванной своей территорией. В том предложении Укиси же было уточнение такое, что Украина принимается в НАТО, обязательства, связанные со статьей 5, распространяются на де-факто контролируемые территории. То есть, принятие в НАТО означает готовность Запада защищать своими силами, сражаться и умирать за контролируемую территорию. А вот что касается отвоевания той, которой не удалось отвоевать, на это эти гарантии не распространяются.